В Шимкенте голодовку объявили погорельцы 45-ти квартирного общежития. Пожар в здании произошел в начале лета. Чиновники расселили людей в опустевшие студенческие общежития и обещали построить новый дом. Скоро начнется учебная пора и студенты вернутся в свои комнаты. Куда же деваться погорельцам и сдержат ли власти свое обещание, узнавал Бахром Абдулаев. Раскладушки, подушки, одеяло и костер под открытым небом. Жители бывшего 45-ти квартирного общежития готовятся к основу в бывшем дворе сгоревшего дома. По словам горожан, на такой отчаянный шаг их подтолкнули пустые обещания чиновников, которые до сих пор не предоставили погорельцам ни единого документа. Потому что нам обещали заключить с нами договора о том, что здесь будет строительство дома и что мы здесь получим каждую квартиру, как Акимят обещал. Но это не происходит. Мы каждый день в Акимят ходим. Мы ходим в Акимят. Знаете почему? Нас каждый день гладят и говорят завтра. Мы задолбались слушать уже три месяца завтра. Пожар, спаливший дотла 45-ти квартирное общежитие, произошел 8 июня. Причиной возгорания стало замыкание электропровода. Погорельцев разместили в студенческих общежитиях, освободившихся на летнее время. Но теперь, перед началом учебного года, им необходимо освободить эти комнаты. Куда эти люди не знают и всерьез опасаются, что останутся на улице. Вот и пришли на место сгоревшего дома. Чиновники привезли сюда проект нового общежития. Оно будет также на 45 квартир и с общими туалетами, и душевыми. Погорельцам это не понравилось. Пусть делают туалет отдельно. Я три года с мольбами добивалась, чтобы у меня был отдельный туалет. Я до сих пор по кредиту за него не расплатилась. Недовольство горожан новым проектом общежития обернулось ухудшением самочувствия некоторых собравшихся. На место пришлось вызвать карету скорой помощи. Вслед за скорой подъехали сразу несколько чиновников различных уровней, в их числе и Акимабайского района. После чего последовало предложение организовать встречу с градоначальником. Но только в пятницу. На это жители согласились, но все же отказались покидать свою землю.